Всем привет! Сегодня вам покажу рецепт немецкого холодного супа из огурцов. Намеренно его не буду называть окрошкой, потому что при слове окрошка у многих русскоговорящих, так же как и при борще и плове, начинается какая-то истерика. Каждый считает, что он делает именно правильно и именно так. Поэтому мы сегодня готовим обыкновенный немецкий холодный суп из огурцов. Для этого я взял три крупных огурца, половинку из которых я отрезал, семена отделил от половинки и нарезал небольшими кубиками. А остальные два с половиной огурчика, а также семечки от половинки, мелко порезал, предварительно сняв кожицу. Кожица здесь, конечно, никакая. Во-первых, она очень грубая, ну и во-вторых, непонятно чем обработана. Всю эту массу я присаливаю. Я взял специально такую емкость, чтобы у меня все хорошо перемолотилось. Дело в том, что у меня нету большого мощного миксера, поэтому я буду измельчать погружным блендером. В эту массу я также добавлю буквально один зубчик чеснока, добавлю васаби. Это не обязательно. Если у вас есть, добавьте. Может быть, у вас есть свежий хрен, добавьте свежего хрена. Если ничего этого нет, добавьте просто либо белый, либо черный молотый перец. Вот и все. Добавляю укроп, ну вот примерно столько. Здесь укроп по вашему усмотрению. Хотите вы его добавьте, не хотите, не добавляйте. Можете добавить вместо укропа базилик, можете и то, и другое все вместе. Добавлю немного оливкового масла, буквально чуть-чуть. Добавлю буквально на это количество 3 ложки сметаны, неважно какой, любой сметаны, какая у вас есть. Просто чем сметана жирнее, тем продукт у вас будет вкуснее. У меня в данном случае 30%. Ну и чтобы мне было легче взбивать, добавлю обыкновенной газированной воды, нейтральной. Ну и как говорится, погнали наши городских. Но так как мой погружной блендер не очень сильный, еще присутствуют такие частички, которые мне не совсем нравятся, я решу эту проблему очень просто. Я пробью весь суп через сито. Можно сказать, что я еще раз более тщательно протер всю массу. Я добавлю немного кислоты. Пробую на вкус. Еще немного кислоты. Мой суп как таковой готов. Ну и теперь сделаем подачу. Подать такой суп можно как коктейль. Буквально 2 кубика льда, соломинку и готово. Следующий вариант может быть таким. Добавляем огуречный гарнир. Добавляем суп. Если вам гарнира мало, можно поступить следующим образом. Нарезать немного малосольной семги. Рецепт, кстати, вы можете посмотреть у меня на канале. Я делаю буквально недавно. Как вы ее нарежете, это ваше дело. Либо небольшими такими слайсами, именно вот так. Если хотите кубиками, можете сделать кубиками. По рукам вам за это никто не даст. Вот как-то так. Ну а если для вас это скучно, то можно пойти немного дальше. Да, ну само-самое, разумеется, что суп этот нужно есть холодным. Вот эту массу, которую мы приготовили, ее желательно хотя бы на часик отправить в холодильник. Что я сейчас и сделаю. А за это время, пока масса у меня охлаждается, я сделаю следующее. А именно, я пойду по направлению окрошки. Вы можете это произведение назвать по-другому, так как вам нравится. Я с этим спорить не буду. У меня другие задачи. Картофель я отварил в мундире. Почему в мундире? Чтобы крахмал все-таки еще остался в картофеле. И он придал супу немного текстуры. Ну и нарезаю на мелкие кубики. Ну и сюда же нарезаю яйца. Уже смотрится хорошо. Добавляю сюда редиса. Его я натер. Хотите резать кубиком? Ради бога. Добавлю язык. Почему язык? Ну потому что он мне больше нравится по вкусу. Одна причина. Вторая причина. Он, я считаю, что он менее жирный. Я брал, по крайней мере, такую часть, менее жирную. Ну и в-третьих, он стоит дешевле, чем суповая говядина. Вот и все. Вы можете взять вместо языка творную говядину, либо куриное филе, либо копченое куриное филе, просто ветчину или просто колбасу. Добавляю сюда немного горчицы. Она придаст пикантность и вкус точно так же. Все-таки горчица – это холодный соус. Еще немного кислоты, потому что то, что у меня в супе, этого будет мало, я знаю. Поэтому я возьму сок всего лимона. Еще немного соли и тщательно перемешиваю. Здесь, друзья, вы смотрите сами. Если вы чего-то не любите, чего-то не желаете, то не нужно просто добавлять. Вкусы у нас у всех разные, так как и в окрошке. Кто-то любит окрошку с квасом, кто-то любит окрошку на кефире, на айране, просто на минеральной воде. Здесь можно поступить следующим образом. Как вариант, я выселил в пиалочку пищевую пленку. Это уже такая хорошая мужская порция. И здесь опять начинается у русскоговорящих людей игра слов. Нахера этот хрен тут нужен? Чтобы было дохера этого хрена. Ну, чтобы окрошка получилась пикантной. Кто не любит, тот не добавляет. А я так к этому корнеплоду отношусь очень хорошо. Моя окрошка по-немецки готова. Но это, конечно же, все понты. Мы делаем просто, без всяких яких. Заливаем жидкость в нарезанную массу. Перемешиваем. Если жидкости мало, можно добавить немного газированной водички. Досолить, докислить, добавить пеканности. И на этом я, друзья, это коротенькое видео заканчиваю. Мне будет очень приятно, если вы не будете ссориться и утверждать, что какая окрошка вкуснее на сметане, кефире и на всем, чем угодно. Главное, чтобы это вам нравилось. Главное, чтобы это было вкусно. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. И до новых видео.